Телеканал КРТ представляет. Тем более, как люди жалуются от нас, вот жестко там задержали, ну, как вам сказать, жестко, может быть, задержали когда-то кого-то, ну, в той ситуации я не думаю, как там надо было задерживать, ну, не за ручку же сажать, в автобус, движение постоянно какое-то идет, и мы на стрёме, и та же сторона тоже, люди готовы были ко всему, всегда. Да, и пускай, как мне, не говорят, что там вы вот мырных демонстратив, ну, мы же видим, какой там мырный был протест, мы все видим, и зачем это уже обманывать, что разве это были там дети, которые никого не били, или там были бабушки, да не может быть такого, мы задержали молодых парней, красавцев, спортивных, что им делает честь, как бы, ну, я считаю, что, если, допустим, если мы их задерживаем, значит, мы их задерживаем, значит, есть приказ у меня какой-то, или там нет у меня приказа, но я вижу ситуацию, правильно, какая происходит ситуация, допустим, бьют моих, или есть угроза моему подразделению, да, как лучше потерять или покалеченных бойцов вы имеете, либо сразу предотвратить любое, любое какое-то незаконное действие. Ну, я так считаю, я как командир, я принимал решение, естественно, где можно чуть быстрее, допустим, тем более, надо было выполнять все команды быстро, потому что надо все быстро, потому что настолько была замассированная вся обстановка, что если ты малость где-то чуть помедленнее все делал, уже толпы народа, и уже тогда мы уже бы пострадали, ну, то бишь, понимаете, как в песочнице. А вот, если посмотреть, ну, из моей точки зрения, вот, дии співроботников милиции тогда, они были, ну, по международным стандартам, очень мягкие. Очень. Если я смотрю, как в Франции разогнают протест, там, если там просто лисы не сподобались полиции, то он приходит и бьет прямо, и ничего, и ничего себе не отмолвает. Если бы сразу же применили адекватно и правильно и силу, и методы, ничего бы этого не было. Просто, во-первых, а, надо было сразу прекратить финансовые потоки. На это было возможность и в СБУ, и в милиции, вот, я думаю, и во всех органах. Ну, что-то почему-то так не получалось. Почему? Не ко мне вопрос, понимаете, я не знаю. Почему? Это делается, любое преступление нужно, я считаю, в корне убивать. Понимаете, как говорится, знаете, как китайские есть такие вот, Лао Цзи пишут, да, до боя надо победить до боя. То бишь, бой не должен состояться, это самый лучший бой, который не состоялся, мы знаем. Допустить вот такое кровопролитие, такую массу народа, такая, ну, как бы, полная так, раскрепощенность такую, ну, вот, это и есть сразу и результат получился. Люди получили, как бы, то, что оно сейчас есть. А вот, допомогали тоди люди, сами споробетниками милиции? Вы це осенили, вы це бачили, вы це відчували? Естественно, ну, много приходило людей, приносили там еду, носки какие-то там, просто, ребята, деньги приносили, ребята, возьмите, ну, где я буду применять, ну, куплю я там 50 пирожков, допустим, ну, примерно так, да. Вот, люди приносили там, какие-то там сапоги кто-то принес, там, ботинки теплые, ну, молодцы, вот, много людей приходило. Ну, вот, подразделения помогали, которые, допустим, не участвовали, милиционеры приезжали, говорят, ребята, мы не участвуем там, где-то в райотделах, там, вот от нас помощь. Ну, вот, приятно было, конечно, и мы же понимали, что, ну, как бы, Украина разделилась на два лагеря, кто за, кто против. А вы тогда думали про то, что будет очень сильное громадянское самое противостояние, что Майдан так просто не закінчится? Чи, то есть, все же таки, были совсем меньше думки просто выжить? Лично я рассчитывал на то, что, как бы, разум, ну, победит, что найдут какой-то консенсус, и все, ну, остановится, как бы, ну, как бы, все присветок, думал, что так все и делается, там, пошли к Януковичу, там, там уже на все согласился. Ну, в моем понимании, я там же не знаю этих подковерных там, вот, и мы все были уверены, что все закончится, какие-то будут переговоры, какие-то мысли, какие-то слова, там, будут какие-то делегации, все, 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 мы вообще, мы очень на это рассчитывали. Конечно, мы не хотели ни противостояния, тем более все устали, как и майдановцы, так и мы устали. Очень, конечно, это морально-физически устаешь, но мы знали, что будет победа, там, мы знали, что все закончится хорошо, там, мы даже себе представить не могли, что может быть какой-то исход такой.